слушай саш 2 тебя переквалифицируем куда прям за счет компании на новую студию надо ремонтировать хорошая идея хорошая идея замечательно не тряси головой надо саша надо новую студию здравствуйте суть вопроса мы же в конец это собираюсь вставлять суть вопроса переквалификация а точно точно суть вопроса переквалификация внутри компании вопрос как происходит переквалификация в компании и происходит ли вообще скобка скорее зависит от компании к примеру ты бэк-дэв захотелось тебе во фронт-дэв может ли компания поспособствовать переходу или придет самому скорее зависит от компании безусловно но есть способы посодействовать себе самостоятельно что это значит понятно что есть компании ну скажем так жесткими регламентами когда скажем так процесс найма человека на определенную должность она скажем так есть определенный алгоритм что мы берем выставляем вакансии на рынок или там еще где-то к нам приходят сотрудники мы их собеседуем у нас вот такие то требования по уровню и тогда только мы их определяем на проект и они начинают там плюс минус сразу работать вроде бы все четко жестко и непонятно как же вам переквалифицироваться во первых и это наверное самое важное что вам нужно понять случае если вы хотите каким-то образом поменять что-то в своей жизни коммуникация для вас очень 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 важно вариант когда нет возможности сразу перескочить на какую-то вакансию вам нужно поговорить со своими коллегами из других отделов или я не знаю как там структура в компании устроена которые уже работают в этой области поговорить с ними и просто спасите что они хотят видеть в потенциальных коллегах можно ли каким-то образом с небольшими знаниями уже начать что-то делать параллельно да то есть не сразу перейдя допустим параллельно то есть таким образом чтобы не напрягать работодателя до тем что он допустим вас неопытного человека во фон тенде например возьмет перекинет с бэк-энда по будет продолжать зарплату платить и вы не будете приносить пользу но будете приносить риски потому что вы в той технологии не не разбираетесь чтобы вот этого всего не было да сгладить углы в этом случае можно просто как я уже сказал поговорить со своими коллегами узнать можно ли как-то параллельно что-то делать то есть я понимаю что некоторые люди они почему-то думают что вот их бас сразу переведут в некоторых компаниях такое возможно но в большинстве случаев нет и вам нужно действовать просто хитрее и да вам придется тратить скорее всего свое личное время на то чтобы переквалифицироваться банально но тем не менее когда вы знаете список требований ваших коллег если они вам дали возможность даже что-то там делать то есть ознакомиться именно с их workflow то есть рабочим процессом как он у них выстроен допустим фонтен сборщики активы по гульп или еще что то как они это все дело дипло там get flow не get flow то есть как происходит сборка какие шаблонизаторы и так далее там подобное вы уже сможете это выучить если они вам дадут возможность как-то ну не знаю поучаствовать в каких-то проектах делая какие-то несложные работы просто свое свободное время вообще замечательно вы тогда сможете на практике пощупать как же они там работают совместно и они будут видеть вас уже коллегу то есть и для них это психологически будет проще и когда на определенный момент вы поймете они поймут то есть опять же коммуникация она позволит вам узнать что же они думают о вас когда вы поймете что вы уже готовы встать как ну причем к плечу как там такой же обычный разработчик в этом отделе то в этот момент уже можно спокойно с их рекомендациями идти к руководству и говорить или к чару смотря какая эрхическая структура вашей компании и уже договариваться с людьми которые принимают решение о том чтобы вас взять и перевести но не надо думать опять же что вас возьмут в нас и перебросит потому что кто-то же должен закрыть вашу позицию поэтому в любом случае коммуникация заранее она никогда не помешает вы же не собираетесь сваливать в кому из компании поэтому это и вам психологически проще всем остальным психологически проще начать интересоваться начать узнавать если у вас и чары занимаются перераспределением на человека с проекта на проект или там project менеджеры должны как-то согласовывать тогда к ним просто суши как я могу это сделать как я могу перейти что для этого нужно за сколько нужно предупреждать там отпустят не отпустят отпустят на каких условиях если в ту команду то ребят какие технологии используйте что нужно можно ли как-то с вами поработать на вашем проекте во внеурочное время и так далее и тому подобное дальше то есть по коммуникации понятно да то есть просто разнюхать что именно каждый из скажем так влияющих на принятие решения людей что он ожидает в этой системе как только вы это все понимаете ну остается только работать работать над этим ну то есть что-то делать пытаться копаться участвовать как-то предлагать общаться с коллегами но опять же это должна быть коммуникации не только с разработчиками хотя с ними конечно же она должна быть очень очень объемный так как ну вам же этому научиться нужно это намного более долгий процесс нежели просто взять пообщаться с и чаром пару раз и понять что она хочет дальше есть компании в которых переход можно сделать проще внутренние проекты на которых меньше рисков например хорошая штука в каком плане вы сохраняете свой оклад каким-то образом переходите на внутренний проект опять же отпустят вас не отпустят фиг его знает но тем не менее и вы сможете на внутреннем проекте взять и что-то поделать такие ситуации были в моей жизни дальше если у вас перераспределением сотрудников между проектами или так скажем влияние на это оказывает и чар как-то выглядит обычно например аутсорсовые компании у них сидят и чары и чаром приходят заявки на сотрудников на определенных специалистов у них есть база они смотрят полу но если штат большой они смотрят по штату и есть проекты менее важны ну там допустим какие-то внутренние да есть более важные коммерческие есть коммерческие на которые надо срочно найти людей и они в зависимости от этого могут вас куда-то перераспределить или дать кому-то под крыло чтобы он за вами присматривал пока вы будете менять свою квалификацию так или иначе самое важное вам нужно обозначить свои намерения поговорить просто сказать слушай там имя там и чара если эта девушка женское план я хочу стать джесс разработчиком например да то есть я хочу туда перейти как я могу это сделать могу ли это сделать ну и вообще знай просто что я хочу это делать я начинаю переквалификацию свою сам вы должны понять что не надо надеяться на то что вас возьмут переведут обучат и так далее это такой маловероятный маловероятная ситуация вам в любом случае придется тратить свои собственные силы дополнительно к основной работе и все как только вы обозначили свое намерение говорите что я хочу быть таким то я уже начал это делать я уже меняю свою квалификацию просто знать что я сейчас заинтересован в джессе например я там фигачу проекты хочу туда перейти да то есть не так что валия перехожу завтра нет я собираюсь туда переходить я начинаю там все это дело изучать там и почек и периодически напоминать чтобы она помнила ну то есть не так что вы там вас там 1000 человек сотрудников да и вы там один какой-то выплыли она вас вообще в глаза не не знает там в лицо не видела никогда может там несколько и чаров еще какой-то пепс нарисовался такой я хочу быть джесса ну-ка и ладно и все и она вас забыла нет чтобы ну какой-то личный контакт был чтобы вы там в памяти сидели это не значит каждый день надо надоедать до человеку но чтобы просто периодически пинговать что типа я есть я вот меня вот эта вот сфера интересует и когда то есть это не значит что сразу но когда-то возможно придет заявка на этот проект и вы как раз подойдете то есть такая игра в ситуации в случайности но в любом случае случайности это конечно здорово но в данном случае вы начинаете действовать да то есть вы не просто надеетесь на счастливый случай что ой меня как-то переведут не надо кстати вестись на то что вам скажу да мы тебе найдем нет может быть и не найдут ну звезды не сойдутся не найдут месяц не найдут полгода не найдут и чего вы будете сидеть дальше на бак-энде ничего не делать а потом они скажут слушает и там с джессом работал откуда чем много наработал за эти полгода ты такой так я сидел ждал когда меня там это переведут а ну нам не дал нужен был извиняй а за эти полгода ты бы мог уже там что-то понаделать и сказать слушать да я там ряд проектов сделал я вообще уже готов проходить собеседование и не облажаться и все и тебе дадут шанс то есть задача в такой ситуации получить шанс но то что чтобы тебя по собеседовали чтобы тебя куда-то перевели это может быть и так и так быть могут просто перевести могут через собеседование опять же в зависимости от важности проекта от его рисков и так далее и тому подобное в общем вот и все такая простая штука но это опять же так поверхностно да то есть этот эти вопросы вопросы коммуникации в том числе они достаточно глубокие с огромным количеством нюансов в коротких роликах это сложно как-то разобрать я думаю мы отдельно будем какие-то вещи проговаривать прорабатывать но пока вот так суть видео в следующем во первых это касается не только программирование и не только перехода с бэкэнда на фронт-энд важно это понимать разные сферы работы разные сферы в айти разработки дальше это всегда процесс редко это происходит вот так вот что вас перевели обучили и вы работаете на этой должности дальше вам нужно начинать сразу же повышать свою квалификацию в этой новой области не нужно сидеть и ждать когда кто-то вам что-то сделает не нужно рассчитывать на то что вот именно ну то есть может быть это будет другая компания уже дальше и самое важное нужно сообщить о своих намерениях если вы будете сидеть на стуле и никому не говорить о ваших желаниях толку вам это точно не принесет все такая вот короткая суть она питается она питается лайками